И о спорте. В Новосибирске прошел один из самых массовых и статусных турниров по карате в стране. Кубок маршала Покрышкина собрал на татаме около полутора тысяч человек. Подробнее в нашем сюжете. Кубок маршала Покрышкина давно стал визитной карточкой новосибирского карате. Соревнования проходят на пятитысячной локомотив арене. На шести татами одновременно, в двух дисциплинах ката и кумите. Побороться за награды приехали каратисты со всей страны. Всего разыгрывают 75 комплектов медалей. Уверен, регулярное проведение этого турнира, кубка Александра Покрышкина, послужит развитием этого вида спорта не только у нас в Новосибирске, но и будет существенным вкладом в развитие карате в нашей стране и за ее пределами. Турнир проходит на протяжении 20 лет. С прошлого года в статусе международного. Вот и на этот раз приехали команды Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Таких турниров действительно немного в России. Это всего лишь в Санкт-Петербурге, в Москве в этом году и в Новосибирске, если мне не изменяет память. Один из трех турниров, конечно же, это важно для того, чтобы ребята посоревновались с зарубежными спортсменами, поддерживали свой уровень до тех пор, пока мы не сможем выйти на международные официальные соревнования. Международные соревнования для взрослых спортсменов. Те, кто младше 18-ти, участвуют во всероссийском турнире. Возрастных категорий несколько, а самым маленьким каратистам всего 8 лет. Для них это первые крупные соревнования. А вот ребята постарше борются за звание мастеров спорта. Его могут присвоить в случае победы. Но детей возим уже, наверное, на протяжении лет 5-7. И с каждым годом этот турнир все лучше и лучше. И я думаю, что и в будущем будем всегда посещать его, привозить как можно больше народу. Первое место в общекомандном зачете на домашнем турнире заняли новосибирские каратисты. На их счету 12 золотых, 15 серебряных и 26 бронзовых медалей. На втором месте каратисты с Халинской области, на третьем сборная Алтайского края.